Ну а прежде чем продолжится видео, хотел бы сказать то, что на нашем канале стартовал новогодний розыгрыш. Призовый фонд розыгрыша 4000 рублей, ссылка на розыгрыш в описании и условия там же. Ну что, ребята, пришло время вернуться в наш любимый дивизион А лиги ПКТ. С этого этапа я становлюсь официальным гонщиком ХАСа и, соответственно, теперь только гоняю в дивизионе А. Что же, Канада, которую я в дивизионе Б решил закончить очень интересно, не проехал квалификацию, я просто в ней выбыв, и якобы у меня что-то произошло, я сортал в последнее место и приехал на третье. Видео также вы можете найти на канале, так что смотрите, что же у нас было в дивизионе А. Ну, квалификацию надо было, соответственно, проехать нормально, но так как в Б я ее не ехал, я особо не знаю, как я ее могу, в принципе, проехать по времени. В тайм-трайле там минута 8 и 4, 400 где-то там, ближе даже к 50-м проезжал, но это такое себе время, я знал, что он мог улучшить, но Канада это та трасса, где очень важно уметь проходить один, даже, ну, ладно, связку поворотов чертова шикана после обратной прямой, последние 13-14 поворотов, если я правильно помню. Если вы умеете правильно ее срезать, не получая штрафов, вы будете тут получать кучу времени только за управление в этом повороте. Другой тут поворот, может быть, только во втором секторе, это перед шпилькой уйдет. Саша, ну, медленный пункт, ну, средний с красным поворотом. Ладно, первый культуарный круг и минута 9 и 3. Это провал, одним словом, это время не то, которое я рассчитывал увидеть. Ну, ладно, я понимал то, что я могу это время добыть, благо были ошибки. В принципе, вторая попытка начинается неплохо. Одну десятую я начинаю отыгрывать, но, да. Тут еще один поворот, где можно легко срезать, и его тоже надо уметь правильно срезать. Ладно, окей, хер бы с ним. Поехали на третью попытку. В первом повороте, как обычно, начинаю выигрывать, потому что я очень широко тогда зашел. И теперь самое главное, накосичь на входе в четвертый поворот. Ну, в принципе, более-менее неплохо прохожу связку четвертого-пятого. Окей, первый сектор, ну, так скажем, еще более-менее, но можно, конечно же, и лучше. Второй сектор попроще в этом плане. Здесь медленно идет поворот. Из него, с тем стапом, которым я ехал, достаточно трудно как-то закосячить выход. И дальше идет, как раз, тот самый поворот тоже, где надо уметь правильно срезать. Я же здесь очень широко, на самом деле, прохожу. Ну, и, да, по итогу времени я отыграю вообще кропаль. Но, но я знаю то, что я могу отыграть еще в последней шикане. Там уж точно могу отыграть. Но отыгрываю уже на шпильке. Одну десятую. Очень хорошо выхожу. И почти улучшаю до двух десятых. Ну, конечно, улучшение все равно такое себе, потому что я не выхожу даже близко из девяти секунд. А для хорошего времени здесь надо обязательно выходить. Прохожу шиканно. Выигрываю еще одну десятую. Но очень медленно все равно я прохожу. Я знаю, что можно еще ее быстрее пройти. И по итогу девять и одна десятое время. Ну, думаю, ладно. Окей. Пытаюсь на еще одну попытку. Благо у меня есть топливо. Пытаюсь сразу же поехать. Но в первом секторе я сразу же проигрываю себе полторы десятых. Что, на самом деле, очень и очень плохо. Но отыгрываю в связке четвертого и пятого поворота эти полторы десятых. Окей, думаю. Ладно. Будем ехать тогда дальше. Вдруг еще где-то улучшим. Улучшаем уже в начале второго сектора. Конечно, да. Меня по итогу сносит. И по итогу мое улучшение превращается в ухудшение. Но херба с ним. Я знаю, где я могу еще сэкономить. Это последний шиканно. Здесь также хорошо прохожу поворот. Более-менее нормально срезал. Чуть-чуть начинаю уже отыгрывать. Но, конечно, если посмотреть, где я уже нахожусь по коллекционному... Ну, по коллекционной позиции. То да. Нахожусь я крайне-крайне далеко. Ну, справедливость ради, конечно, хочется сказать, что это все-таки дивизион, где катаются очень сильные гонщики. Вот, и тут время по позиции минута 0,7 и 0,8. Так что да. Надо было обязательно стараться. Ну, что же. Последняя шиканно. И тут же я начинаю отыгрывать почти две десятых только за прохождение ее. И, в принципе, ставлю, ну, какое-то там время минута 8 и 8. Вот. Но я знаю, что можно еще улучшить в первом повороте. Точнее, во втором повороте. Можно улучшить это время. И я на новом выпуске уже начинаю на выходе иметь одну десятую. Но, черт подери, я начинаю очень рано поворачивать в левый пятый поворот. И по итогу ловлю средку. Как и только этот круг мог быть, наверное, на две-три десятых быстрее, чем у меня был последний круг. Итогово 13 стартовая позиция. Это просто провал. Также у нас на старте происходит дождь в гонке. Но идет он не всю гонку. Он будет идти до, как показывала игра, до середины. По факту у нас до одной третьей дистанции. То есть, что же, старт, газ на красные огни у нас, все дела. Тут же навязываю борьбу Богданычу. Но первый поворот надо пройти его, как просто аккуратно, рано торможу, чтобы не врезаться в топ-грея. Того самого Грей, который выиграл у нас в дивизионе Б эту гонку. Да и вообще, трасса как-то для него больше подходит. Так сказать, трасса имени Грея. Но Богданыча, ладно, я прохожу на выходе второго поворота, уже к четвертому. Более-менее приближаюсь близко к Грею. Думаю, надо где-то обойти, но вижу впереди кучу ников. И понимаю то, что если я буду пытаться атаковать Грея, я, скорее всего, могу в кого-то врезаться. И я решаю, что ладно, не надо рисковать. Гонка не выигрывается на первом кругу, на первых там поворотах. Просто едь стабильно, и ты гарантированно приедешь очень и очень хорошо. Просто дай соперникам разбиться самим, а не участвую в этих крэшах. Собственно, я начинаю это делать, но Грей у нас проходит очень плохо канистрового сектора. Я тут же пытаюсь этим воспользоваться, использую все свои ресурсы. Да, первый круг, но все же пытаюсь даже позже оттормозиться, чтобы пройти тот Грей. У меня это получается, но я переключаюсь на нейтраль, из-за этого лишние пару метров пролетаю и улетаю в рейсинг-поинт. И по итогу весь мой обгон сходит на нет, и Грей возвращает себе 11-ю позицию. На втором кругу у нас приключилась веселая вещь с рейсинг-поинтом. Его сносит, и по итогу он упирается еще в Мирандикса. Ну, я оттормазу, чтобы не врезаться кого-либо. И у нас после всего этого выезжает в машина безопасности. Заметьте только, когда вышла машина безопасности. После уже столкновения со мной, в меня въехали, потому что там просто цепная реакция пошла. И после того, как я обошел Мирандикса. Но игра засчитала то, что нет. СК вышло раньше всех этих событий. И на тебе 5 секунд, и на тебе то, что ты должен пропустить Мирандикса. Ну, Мирандикса я еще пропущу, ладно. Но просто такое то, что у него сейчас очень плохая дельта. Он оттормаживается для этого, и у нас просто оттормаживается весь пилотон, который отстает от лидеров. И происходят банальные контакты из-за этого. Спасибо нашей замечательной игре. Но Херба Стима с этим обгоном на самом деле даже больше 5 секунд, которые просто с нихера на меня упали. И да, в Австралии я их оспорил. Как раз таки наши судьи оспорили, так сказать, убрали их. Но проблема в том, что в данный момент я поеду на пидстоп, я буду отбывать эти 5 секунд. И, соответственно, если штраф был отбыт во время игры, тебе его уже никто никак не снимет. И это просто фиаско. То есть, ну, что в этой ситуации делать, я просто не положу ума. Соответственно, пытаюсь теперь ехать по максимуму. Грей ошибается в втором секторе. Его проходит Мирандикс. Я пытаюсь тоже пройти, но Грей начинает защищаться, естественно, в шпильке. После этого тормошения чуть-чуть опять влетаю. Но в этот раз уже по внешней траектории бок о бок мы с ним проходим шпильку. На выходе я оказываюсь чуть лучше, чем Грей. И по итогу возвращаю ту позицию, которую на первом кругу получил. Но теперь Грей пытается меня контр-атаковать. И впереди нас ждет Шиканов, которые в бок о бок ходить очень и очень плохо. Но я решаю, ну, хуй с тобой, проходи вперед. Потому что мне не хотелось штрафов, мне не хотелось контактов. Если человек летит, пуща летит. Я просто взял и обошел его потом на старт-финичной прямой. Как бы вопрос был на этом весь, так сказать, исчерпом. Так что я вышел вперед Грея. Ну и те же самые он был удержаться за Мирандиксом. Потому что, ну, все-таки он шел быстро. И за счет слепстрима я хотел за ним удержаться. Ну, и что же. Пытаюсь я так дальше ехать. Постепенно даже Зейдерс уже проиграл позицию Мирандиксу. Соответственно, я так же пытаюсь доехать до Зейдерса. Но уже на девятом кругу у нас заканчивается дождь. И мне инженер, соответственно, говорит то, что давай-ка заезжать. Ну, по крайней мере, игровой инженер. Что с моим инженером давно посоветствую здесь. Я заезжаю первым. К сожалению, Слава заезжает только на десятом кругу. И это очень плохо, потому что он потеряет некоторое время. Все-таки уже в момент слики начинают неплохо работать. Зейдерс, кстати, делает еще и лишний круг один. Вот. Ну, а я в этот момент поеду отбывать свои 5 секунд, которые игра мне просто так подарила. Как бы так. Кодмайстерс, отличный игра, все дела. Со следующего года замечу будет EA. Ну, ладно. Я теперь в этом момент подумал, как я буду возвращать эти самые 5 секунд, которые я просрал из-за того, что, ну, игра мне засчитала столкновение по ДСК, которого еще не было в этот момент. Ну, как-то я решил все-таки на софт, на медиум мы перешли, и потом я буду езжать уже точно в софте. Мне повело то, что я смог обойти те самые ранних, потому что его кто-то задержал, и постепенно начал нагонять пилотон. Трансокруг у нас разворачивает снежка. Зейдер, кстати, в этот момент вышел вперед. Ну, опять же, 5 секунд стоял. Из-за этого Грей, Зейдерс меня не прошли вперед. Так бы не будь эти 5 секунд, я бы оказался впереди них, и, скорее всего, уже был бы далеко даже впереди. И на 15 круга ставил Беслэшук, который долго не продержался, его тут же перебили, по сути. Вот, и потихоньку начинал нагонять предыдущих. Но в конце 17-го круга я ловлю по итогу 3 секунды штрафа за очень оптимистичное прохождение Шиканы, и там, в принципе, 4-го поворота. К 18-му кругу меня уже нагоняет Мирандикс, и я принимаю здравое решение, зачем мне бороться с гонщиком, который по темпу будет быстрее меня. Лучше я за этим гонщиком буду просто ехать и держаться в его ДРСе, и в Липстриме, что мне позволит приблизиться к предыдущим пилотам без каких-либо больших проблем. Что, собственно, я начинаю и делать. И это, мать его, начинает очень хорошо работать. Буквально уже к концу 24-го круга мы были в полутора секундах от Грея, который в тот момент заехал в боксы за Мидиумом вроде вторым. Хотя, казалось бы, человек выиграл гонку в Б-дивизионе, и он должен был знать, что по стратегии он мог доехать на софте без каких-либо больших проблем. Он заезжал в конце 23-го круга, ну, как бы без проблем бы у него софт доехал, но он перешел на Мидиум. У меня это, конечно, был плюс. Мы с моим уже инженером, который был в Дискорде, решили все-таки на 24-м кругу заезжать в конце его, и приходить на софт, как я говорил ранее. По итогу выезжаю я чуть позади Грея. Да, он чуть отыграл от меня время, потому что это таки андеркад, все дела там. Но, благо, я там лишь в трех секундах был. Ну и да, мне еще повезло то, что Санчелло не успел меня обойти. Я успел на выезде из петлейна просто дать газу и уехать от него. Ну и я начинаю, соответственно, свою погоню за предыдущим Зейдерсом и топ Греем. В этот момент также еще останавливается Мирандикс, который выезжает позади меня в 0,8 секундах. Ну и я принимаю то же самое решение, что я принял в первый раз. Я пропущу Мирандикса при первой же возможности и поеду снова в его ДРС. Плюс у Мирандикс уже было 6 секунд штрафа, соответственно, мне бояться было нечего. Просто пустить его было вперед надо. Впереди был Зейдерс, у которого не было штрафов, к сожалению, мы не можем. И также топ Грей, у которого было также 3 секунды, соответственно, мы с ним могли побороться за позицию. В конце 27-го круга у нас Мирандикс обходит все-таки Зейдерса, по крайней мере, в конце обратной прямой. И теперь был вопрос, когда я обойду и как быстро я смогу обойти Зейдерса. Потому что если я буду сидеть очень долго позади него, я, скорее всего, буду проигрывать кучу времени по отношению к тому же Мирандиксу. Что мне крайне не хотелось. А хотелось все-таки побороться за хорошие позиции. Благо мы уже идем на шестом месте. И в данный момент, если посчитать еще штрафы Мирандикс, которые увеличились до 9 секунд, что еще более лучше для меня, то уже банально мы боремся за пятую позицию. Как минимум, потому что Зейдерса будет впереди нас по штрафам. Если я, конечно же, от него не оторвусь на 3 секунды. Но уже идет 28-й круг. У меня, конечно, есть преимущество по шинам, но оно потихоньку-потихоньку начинает сходить на нет. Потому что уже где-то к 33-му, скорее всего, кругу Мидиум будет чутка быстрее, чем Софт. Но и до этого момента мне надо, соответственно, обойти Зейдерса и впереди идущего Грея. Зейдерс немного ошибается на выходе. Он проигрывает тут же Мирандикс кучу времени. Выбывает из его ДРСа. И, соответственно, на обратной прямой я уже без проблем смогу обойти Зейдерса. Но вопрос был в том, как я смогу догнать Мирандикса. Ведь между нами почти 2 секунды будет. И это пропасть, по сути. Я никак не смогу его догнать, если у меня не будет никакого ДРСа. Ну, может быть, окей, Грей мне как-то поможет тем, что он будет воевать с Мирандиксом. Хотя я бы на месте Грей просто взял бы где-нибудь аккуратно впустил у Мирандикс. И пущай, а он катится своей дорогой. Так сказать, дорогой сталкера с 109 секундами штрафа. Ну и что же, 29-й круг. И начинается та самая борьба. И при этом Грей не сразу стал отдавать свою позицию. И поэтому он начинает проигрывать в поворотах. Я тут же его догоняю. И полсекунды разницы сразу же таят на глазах. Я уже нахожусь в его ДРСе. Да, конечно, на данной прямой я не получил возможность открывать ДРС. Но на обратной прямой самое главное у меня надо получить обязательно. Плюс еще на выходе немного сносит Грея. И все. В 9-й десятых я в ДРСе. Я в шоколаде, так сказать. Осталось лишь его догнать. Обойти. Ну и приехать на, так сказать, четвертой позиции. Но, возможно, и не на четвертой. Возможно, если мы успеем еще уехать от Зейдерса. Может быть, даже и на третий, и на первый свой подиум в А-дивизионе. Всякое может быть. Но у меня еще проблема была с батарейкой, которая была разряжена почти в ноль. Что, ну, крайне печально. На самом деле. Начинаю, соответственно, преследовать Грея. У нас впереди случается авария. Мой нам происходит то, что впереди разбился Мэдшот, который шел на второй позиции. И это просто замечательная новость. Соответственно, у нас минус один лидер. И это значит, что это плюс одна позиция. И это значит, что мы с Греем будем бороться гарантированно за третье место. А если мы отрывемся от Зейдерса, то и за второе. Собственно, вот мы и догоняем Мэдшота. В него въезжает Мирандикс. Соответственно, Мэдшота мы все обходим без проблем. Мирандикс решает пропустить сразу же Грея. Вот просто так. С нихера. Не знаю, что он так решил. Ну и тут же он еще и срезает. Потому что у того, похоже, у Мирандикс очень сильно повышено переднее текло. И все. Соответственно, теперь между мной и Туб Греем борьба за третью позицию. Ну, если мы не отрываемся, конечно, уже от Зейдерса. Но впереди нас ждет лишь пять кругов. И за эти пять кругов надо как-то доехать до Топ Грея и не выпустить из его ДРС. Зейдерс к этому моменту выпадает из ДРС. И, соответственно, я понимаю. Окей, у меня есть пять кругов, чтобы войти Топ Грея. Надо попытаться сделать это на верочку. И, соответственно, я начинаю что делать? Просто экономить батарейку и ждать момента, когда Грей разрядит свою батарейку. Уже на 31-м кругу я вижу то, что у него моргает задний индикатор о том, что у него меньше 10% батарейки. Все. Отлично. Минус батарейка у Грея, значит, у него минус одна, так сказать, степень защиты в виде батарейки. От Зейдерса мы почти были уже в двух секундах. В принципе, если повезет, я могу еще на секунду оторваться от Зейдерса, если пройду Топ Грея. На 33-м круге я понимаю то, что, окей, с Греем надо терпеть не до последнего круга, а будет, а до как раз-таки следующего. Все, у Грея гарантированно уже батарейки просто в ноль, ее нету. И я пытаюсь по максимуму экономить свою, чтобы на последнем круге у Грея не было шансов меня обойти с ДРС. У него не будет батарейки, соответственно, я этой батарейкой могу пользоваться и нивелировать преимущество ДРС. Конечно, на 34-м кругу я был немного далеко от Грея, почти 4 десятых между нами было. Но за счет того, что не было батарейки, а у меня она была заряжена, я его без проблем догоняю до шиканы, обгоняю и выхожу. Пока что, ну, виртуально встрою позицию. Но к последнему кругу между мной и Зейдерсом было 2,6 секунд. То есть буквально оторвись еще на полсекунды и я гарантирую себе второе место. Все, в этот момент, я понимаю, надо топить по максимуму, пытаться оторваться от Зейдерса. Потому что, ну, мне хочется все-таки по максимуму забраться повыше. И это, соответственно, мой шанс. Тут же я начинаю потихоньку отрываться от Грея. Он плохо выходит из связки 3-го и 4-го поворота. Я пытаюсь уже по максимуму использовать, собственно, что в нем осталось. В связке 6-го и 7-го поворота я очень хорошо выхожу. Тут же использую батарейку, чтобы оторваться от Грея, у которого нету этой самой батарейки. Но есть ДРС. И уже в 8-м и 9-м повороте, так же пытаюсь хорошо выйти. Но Грей выходит чуть лучше. И, соответственно, он начинает меня достигать. И я думаю, хватит ли мне 4-х десятых, чтобы остаться на этой позиции и не быть под атаками на обратной прямой. Тут все решалось в выходе из шпильки, который я делаю отлично. И сразу же полсекунды между мной и Грейм и до Зейдерса 2,9. Все решится буквально в последней шикане. Если я ее не обосрусь и пройду правильно, я могу оторваться от Зейдерса. Я прохожу идеально 3 секунды от до Зейдерса и все. 3 секунды штрафа мои были нивелированы. И это вторая позиция. На самом деле, я этой второй позиции радовался, как к победе в Испании. Ну, тоже нечто свое. Ведь мы начинали с 13-й мать его позиции. И удалось забраться на вторую. К сожалению, Слава сошел с дистанции, поскольку там были у него контакты многочисленные. Он уже несколько раз побывал в боксах и был уже банально круговым. Но все равно 18 очков принести команде это было отлично. Грейм же, кстати, проиграл третью позицию по сути. Он не успел уехать от Зейдерса и по итогу он финишировал лишь четвертым. Неплохой, как по мне, уже официальный дебют в дивизионе А. Сразу же второе место. Так что как-то так оно, последняя гонка этого года, именно лиговская. Ну, а на этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте прозвучку ВКонтакте. Ссылка на него находится в описании. И увидимся уже в новом году. Пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok